Добрый день всем участникам конференции. Рада вас приветствовать и предоставить несколько творческих доклад на волнах пережитых событий в 2020 году. Актуальность темы, безусловно, имеет место быть, поскольку, учитывая современную урбанизацию, использование большого количества полютантов в сфере жизнедеятельности и рабочих мест, ежегодное увеличение вредных выбросов в атмосферу, генетическую составляющую, вирусную атаку новыми инфекционными агентами. Все это приводит к распространенности бронхолебочных заболеваний и приводит к тому, что бронхолебочные заболевания, их распространенность растет, и нас, врачей, и всю сферу медицинскую заставляет работать более эффективно над контролем и лечением бронхолебочных заболеваний. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в развитии бронхолебочных заболеваний играют роль как эндогенные факторы, так и воздействие факторов окружающей среды. Обычное табакокурение, классическое, так принято сейчас говорить, приводит к развитию таких заболеваний, как хроническая обструктивная болезнь в легких. Использование вейпов, электронных сигарет приводит к развитию так называемого синдрома Эйволи. О нем мы узнали совершенно недавно, на последнем конгрессе в Москве в 2019 году, об этом мы тоже сегодня поговорим. Различные генетические предрасположенности, внешние полютанты приводят к развитию бронхиальной астмы. Также хотелось бы отметить такие заболевания, как муковисцидоз. Это системное заболевание, поражающее не только бронхолебочный, но и желудочно-кишечный тракт. Заболевание настолько серьезно может развиваться, что впоследствии может приводить к пересадке легких. Все это, безусловно, вносит вклад в смертность нашего населения. Около 80% среди мужчин, 60% женщин. И в развивающих странах 45% мужчин и 20% женщин умирают от бронхолебочных заболеваний. Бронхиальная астма и хобл, хроническая обструктивная болезнь легких, это наиболее распространенные заболевания во всем мире. 300 миллионов пациентов во всем мире страдают бронхиальной астмой. В Российской Федерации насчитывается около 1,5 миллионов пациентов. Из них 6,9% взрослых. Детей и подростков несколько больше 10%, поскольку у них присутствует атопия, аллергическая предрасположенность и заболевания верхних дыхательных путей. Распространенность хобл по данным глобальных исследований составляет около 10%. Из них 11% мужчин и 8,5% женщин. Какие же еще причины бронхолебочных заболеваний? Образ жизни. Использование классического табакокурения совместно с электронными сигаретами – это наиболее неблагоприятный вид курения. Пассивное курение. Особенно это касается детей, которые вынуждены присутствовать среди курящих родителей дома, поскольку пассивное курение накладывает отпечаток на развитие бронхолебочной системы, которая развивается у людей до 18 лет. Ожирение, низкий уровень питания у некоторых слоев населения также приводят к заболеваниям бронхолебочной системы. Низкая двигательная активность. Особенно в эпоху карантина мы с вами увидели, что пациенты наши набрали вес, ослабила мышечная мускулатура, дыхательная мускулатура, и это также приводит к различным формированиям, к различным синдромам. Современные неонтологические возможности, они настолько хороши, что приводят к выхаживанию детей, рожденных очень малым весом. Но, к сожалению, у этих малых детишек впоследствии, как у взрослых, развиваются дисплазии легочной ткани и формируются различные пороки сердца, и в том числе бронхоэктазы. А это также приводит к серьезным хроническим заболеваниям легких. Появление новых вирусных, бактериальных, грибковых инфекций мы увидели с вами за последний год. Наличие коморбидных патологий, хронической анемии, апистархоз, аллергические заболевания, полипы носа – это также предпосылки к развитию различных хронических заболеваний легких. Ожирение. Ожирение и бронхо-легочные патологии, они совместно очень друг на друга влияют, поскольку при ожирении возникает снижение легочных объемов, и тем самым могут возникать тяжелые заболевания, такие как диспнои и апнои сна. Когда нижний этаж, большой, собственно говоря, живот поджимает легкие во время горизонтального положения человека, и пациенты наши не могут спокойно дышать во сне, вплоть до остановки дыхания. Это имеет серьезные последствия. Необходимо при таких симптомах обращаться к сомнологу, который, кстати говоря, не во всех городах доступен. Только в самых развитых городах мы имеем сомнологов и соответствующие СИПАП-терапии и другие методики. Хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистые заболевания и курение – это тройной удар по легочной сердечно-сосудистой системе. Курение табака является распространенным фактором риска при многих сопутствующих заболеваниях. Так, сердечно-сосудистые заболевания включают в себя гипертонию, шимическую болезнь сердца, инсульты, фибрилляции предсердий, сердечная недостаточность и являются наиболее частыми спутниками хронической обструктивной болезни легких. В целом пациенты с ХОБЛ имеют в 2-3 раза более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Особенности никотин-зависимых пациентов Показатели интенсивности курения определяют высокую частоту сочетаемости гипертонической болезни и ХОБЛ. Отказ от курения приводит к стабилизации функции внешнего дыхания, во всяком случае дальше не прогрессирует нарушение легочных объемов и замедлению прогрессирования ХОБЛ и снижению артериального давления. Концентрация эндотелина и, соответственно, развитие повреждения эндотелия с формированием гиперхолестериномии на фоне сочетания ХОБЛ, гипертонической болезни и курения в 2 раза выше, чем на фоне изолированной гипертонической болезни. Время вирусных и бактериальных инфекций. Появление новых вирусов в современное время связано в первую очередь с тем, что активно развивается производство антибактериальных противогрибковых препаратов. Это, в свою очередь, приводит к вирулентности бактерий и их адаптации и заставляет их также развиваться. И, соответственно, мы с вами видим новые вирусные заболевания, а даже не новые, а, скорее всего, это переформированные старые вирусные заболевания, потому что коронавирусная инфекция была уже и в 2006 году, и ранее она фиксировалась, но здесь она имела место быть более активный вариант с поражением легочной системы. Практика показала, что вирусная пневмония, которую мы видели в этом году, молниеносно поражает легочную систему, но благо, что все поражения также при правильном подходе в лечении также быстро разрешаются и не приводят к бактериальным осложнениям. Пациенты с бронхолегочными заболеваниями и COVID-19. На сегодняшний день отсутствуют данные о том, что наши пациенты с бронхиальной астмой и хобл наиболее подвержены дозированной порошковой ингаляторы, также небулайзеры и мягкие аэрозоли, такие как респимат. Это все способы доставки. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день имеет место быть большое количество ингаляционных глюкокортикостероидов через вот эти все перечисленные способы доставки. Но помимо этого продолжает развиваться ингаляционная доставка антибиотиков. Если мы будем иметь с вами большой арсенал антибиотиков через ингаляционный метод доставки, мы снизим, собственно говоря, побочные эффекты. Побочные эффекты на организмы, на почечную, на печеночную систему, на желудочно-кишечный тракт и получим новые возможности в лечении наших пациентов. Преимущество небулайзерной терапии. Быстрое оккупирование приступов удушья, возможность использования муколитиков, использование препаратов в высоких дозах, возможность использования у детей, пожилых и у ослабленных пациентов. Надо сказать, что небулайзер в принципе был придуман именно для пожилых пациентов и для детей. Отсутствие фреона в небулайзере, короткое время лечебной процедуры, ну и, конечно же, простота удобства применения как дома, так и во врачебных учреждениях. Типы небулайзеров компрессорные, электронно-сетчатые, ультразвуковые. Сразу скажу, что ультразвуковые не так активно используются, поскольку ингаляционные глюкокортикостероиды там разрушаются, и мы не используем ультразвуковые небулайзеры. Компрессорные. Они наиболее емкие, наиболее шумные, но наука также не стоит на месте. Все это развивается, и создаются различные модификации, в том числе детские небулайзеры, чтобы привлекать внимание детей и эффективно лечить приступы у души и бронхиальную астму. Электронно-сетчатые, это новинка или межнебулайзеры. Они удобны тем, что они небольшого размера, могут работать от батарейки, их можно спокойно брать с собой в путешествия. Пикфлоуметрия. Пикфлоуметрия – это методика, которая позволяет нам контролировать обострение хронических заболеваний. Изначально был придуман пикфлоуметр для пациентов бронхиальной астмы, когда пациент сам может исследовать свою пиковую скорость выдоха, то есть скорость выдоха утром и вечером, фиксировать вот в таком специальном дневнике. И если объемы начинают постепенно снижаться, то это звонок пациенту о том, что необходимо подкорректировать терапию. Пациент может самостоятельно это сделать ингаляторами, ну а если у него ничего не получается, то, конечно, здесь своевременно необходимо обращение к врачу, к пульмонологу. Помимо медикаментозного лечения, хотелось обратить внимание на небедикаментозное, которое имеет тоже колоссальную роль в лечении бронхолегочных заболеваний, поскольку легочная система – это все-таки система дыхания, и если мы не будем активировать ее, то ингаляторы не справятся самостоятельно с заболеваниями. Отказ от любого вида курения, в первую очередь, обучение техники ингаляции основам самоконтроля, вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции по последним рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, сейчас рекомендуется вставить как и Previnar-13, так и Pneoma-23 пневмококковую вакцину с разницей в год. Побуждение к физической активности. На слайде демонстрация вот таких постеров, что «sitting is new smoking» – это значит, что сидеть целый день, ничего не делая, это все равно, что курить. Поэтому побуждаем себя к активности, обязательно развиваем легочную систему, как среди детей, так и взрослого населения, и тем самым профилактируем свои бронхолегочные заболевания. Ну а такие уже более глобальные вещи, как длительная кислородотерапия, неинвазивная интелляция легких – это уже решают более специалисты высокого ранга, реаниматологи, пульмонологи. При необходимости подключаем и такие методы немедикаментозного лечения. Дыхательные тренажеры. Сегодня также на рынке мы имеем большое количество различных дыхательных тренажеров. Есть тренажеры с тренировкой с сопротивлением на вдохе и с тренировкой с сопротивлением на выдохе. Все методики хороши. Мы тренируем дыхательную мускулатуру верхних дыхательных путей, помогаем отхаркивать лишнюю мокроту, которая скапливается у пациентов с хроническими заболеваниями легких, и оптимизируем расширение бронхолегочей, улучшаем газообмен. Ну и наиболее актуальная, интересная на сегодняшний день тема – это эре электронных сигарет. Что известно про электронные сигареты? В нашей стране эти исследования стали проводиться сравнительно недавно. Впервые глобально заявили об электронных сигаретах и об исследованиях электронных сигарет на очном конгрессе в Москве в 2019 году. Мне там посчастливилось побывать, и вот что оттуда могу вам донести. Тем, что в Америке уже давно имеют дело с электронными сигаретами, и, соответственно, развитие и распространенность электронных сигарет в Америке, допустим, с 2017 года, как видно на слайде, прогрессивно растет. Среди школьников средних классов в 2017 году мы видим 3,3% курящих электронные сигареты, в 2019 году – 48%. Среди старшеклассников было 11% в 2017 году, и уже в 2019 году – 78%. К чему же это привело? Это привело к высокой смертности, к развитию синдрома Эволи, так назвали синдром, который развивается при раскуривании электронных сигарет. Синдром Эволи характеризуется общеклиническими симптомами, ознобом, частными простудными заболеваниями, потерями веса, респираторными симптомами, желудочно-кишечными нарушениями и, в том числе, неврозами. Так, например, в Америке стали фиксировать отчеты каждый день. И, к примеру, 18 октября 2019 года всего случаев заболеваний было зафиксировано 1299 из 50 штатов – это за один день. Случаев смерти – 26. Медиана умерших 49 лет, и заболевшие были от 24 лет до 75 лет. В то же время для запрета продажи электронных сигарет в США стали выводиться аргументы «за» и «против». Какие же аргументы «за» – это понятно, что электронные сигареты связаны с высоким риском того, что в будущем это провоцирует закуривание обычных сигарет, поскольку становится не хватать никотина и, получается, люди ищут больше кайф, больше эффект уже в обычных классических вариантах. Аргументы против, что запрет электронных сигарет может вернуть курящих взрослых, которые перешли на курение электронных сигарет. По содержанию канцерогенов и токсинов сравнивались электронные сигареты и обычные сигареты. Обращаю внимание, что в электронных сигаретах присутствуют, помимо тех ядовитых веществ, еще и соли тяжелых металлов, которые очень свободно проникают в гематоэнцефалические барьеры, вызывают психозы, вплоть до суицида, остановки развития и роста онкологии мозга и зараннего курения. Хронические заболевания легких, онкология в раннем возрасте развивается при раскуривании электронных сигарет, ну и, конечно же, расстройство желудочно-кишечного тракта и язвенные процессы. Американская коллегия кардиологов также вынесла свой вердикт, что курение и бездымный табак увеличивают риск смертности от всех причин и являются причиной атеросклеротической сердечно-сосудистой патологии. Более часто стали фиксироваться аритмии и гипертензии при раскуривании электронных сигарет. Ну и, конечно же, треть смертей от ишемической болезни сердца связана с курением и воздействием пассивного курения. Таким образом, хотелось бы еще отметить, что табачные компании ведут пропаганду о том, что новые методы курения избавят нас от никотинозависимости и спасут мир от табачного дыма. Но по факту мы получаем обратный эффект. Электронные сигареты начинают использовать в более раннем возрасте среди школьников. Благодаря активной смеси разных добавок вызывают большее привыкание к табакокурению и более раннему развитию заболеваний мозга и дыхательной системы. А развитие жевательного табака приводит к массовому росту онкопатологии верхних дыхательных путей и в раннем возрасте развитию психических заболеваний вплоть до суицида. Мои выводы таковы, что заболеваемость бронхолегочной системы, учитывая урбанизацию, курение, гиподинамию, ожирение, генетическую предрасположенность, имеет тенденцию к росту во всем мире и влияет на продолжительность жизни и качество жизни населения. Курение, хобл, бронхиальная астма, генетические заболевания значимо влияют на уровень жизни. При отсутствии лечения и контроля над этими заболеваниями продолжительность и качество жизни резко снижается. Благодаря развитию высоких технологий на сегодняшний день мы имеем хорошие возможности лечения бронхолегочных заболеваний. Возможности изменяются с каждым годом и имеют доказательную исследовательскую базу как во всем мире, так и в России. Современное человечество достаточно быстро достигает успеха в лечении бактериальных, грибковых, паразитарных инфекций, но на этом фоне мы имеем активно развивающиеся вирусные инфекции, что ведет к более тяжелым заболеваниям, которые трудно поддаются лечению. Не медикаментозные методы, такие как ЗОЖ, а гиподинамия, здоровое питание, вакцинация – это то, без чего лекарственная терапия не имеет эффекта. Спасибо за внимание. Если у кого-то есть вопросы, я с удовольствием отвечу. На слайде представлена моя электронная почта, я ее просматриваю ежедневно, поэтому пишите, буду рада сотрудничеству. Спасибо за внимание. Надежда Валерьевна, спасибо. Это был один из интереснейших докладов, потому что я, как мать, услышала для себя много полезного в части, например, электронных сигарет. Это просто вообще статистика меня, честно говоря, напугала. А еще такой момент услышала, что во время панадемии у нас была низкая двигательная активность, в большинстве случаев. И какие это принесет последствия нашему организму в будущем? То есть какие-то же все равно будут последствия? Вот сейчас мы говорим, мы вылечились, мы начали заниматься физкультурой, ходить в фитнес-залы. Но это наверняка имеет последствия. Ну, во-первых, если человек набрал вес 10 килограмм за год, просидев дома, то ему эти 10 килограмм, как правило, очень сложно сбросить. Вот как бы он не занимался эффективно, все равно в априори больше ленивых людей, чем активных. Ну и на органы дыхания, да, это влияет, взаимосвяженность? То есть, во-первых, возникает себя трудно заставить пойти в бассейн, трудно какую-то пробежку совершить. Поэтому, безусловно, нужно себя заставлять двигаться. Иначе к этому весу потом прибавится еще больше веса, уже будет более глобальные проблемы, такие как апноэ или диспноэ сна, например. Или атеросклероз сосудов, что тоже все это взаимосвязано влияет на сердечно-сосудистую и бронхолегочную систему. Спасибо вам большое. Мы ждем вас, Надежда Валерьевна, на следующий год. С удовольствием участвую. Будут какие-то другие результаты, какие-то, я надеюсь, хорошие и для нас, и для медиков. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.